Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем с вами лекцию по чтению древнеанглийских и среднеанглийских текстов, которые помогают нам лучше разобраться с теми закономерностями формальными, которые мы узнали на других лекциях о фонетике, орфографии и грамматике тех или иных периодов. Здесь мы их увидим в связанном виде и лучше научимся их чувствовать. Это хрестоматийный текст Охтхере, который изучают многие студенты, изучающие историю английского языка. И перед тем, как сказать несколько слов о том, что это за текст, я его прочту, чтобы вы почувствовали его звучание, и впоследствии мы разберем его подробно. Охтхере седе, хи славурде, эльвреде кининье, фет хе элра нордмонна, нордмест буде. Хе квэф фет хе буде, он там лонде, нордвердум, витха, вестсе. Хе седе, феа, фет хе тет лонд, сие свиде лонг нордзонам, ак хит ис элвесте. Буд он он феовум стовум, стык кемелум, викиет финнас, он хунтозе он винтра, он он сумера, он фисказе, бефер сэ. Есть другие варианты чтения некоторых мест в этом тексте, некоторые из них оправданы, некоторые нет. Но почему это так читается, мы с вами в дальнейшем разберем. А теперь скажем пару слов о том, что это за текст. Это вставка о путешествии богатого норвежца Охтхере, либо же в скандинавском варианте это Оттар, которое произошло в правлении короля уэссекского Альфреда Великого в конце 9 века. Это была вставка на древнеанглийском языке, оригинальная, которая была вставлена в историю против язычников, античного автора Павла Орозия. Это было полемическое произведение с элементом исторического. И вот при дворе короля Альфреда его решили перевести, вставили в него фрагменты, которые относились к истории германского мира, и в том числе вот это вот описание путешествия, которое, скорее всего, было записано со слов самого этого Охтхере. И была версия о том, что перевод этот был даже сделан самим королем Уэссекса Альфредом, что пока что точно не установлено. Куда он путешествовал? Он жил на территории современной Норвегии, и он описывает свое путешествие в то, что сейчас стало Россией, побережье Белого моря. Вот мы видим на этой карте, как он путешествовал. И впоследствии он приплывал в Англию к королю Альфреду, которому и рассказывал о своих путешествиях. Для нас это интересно, потому что это описывает, по сути, побережье Белого моря и населяющие его племена в IX веке, что является очень ценным историческим документом. Вот более подробно, да, есть еще другая карта с сайта Old English Aerobics, который я тоже всем рекомендую, очень полезный сайт для изучения языка, там и тексты, и хрестоматия, и можно посмотреть перевод и грамматические формы слов. И вот мы видим, что он путешествовал к устью реки Двины, где он обогнул Кольский полуостров, где он встречался с местными финно-угорскими племенами, финнами или саамами, и также побывал в Беармии, в такой загадочной, интересной стране, название которой, возможно, связано с топонимом Перми. Вот приблизительно, что он видел, потому что природа, скорее всего, не изменилась с тех пор сильно. Вот это Белое море, в таких вот волнах он плавал, приблизительно такие берега он и видел и тогда же. И это, конечно, очень интересно, создает такой мостик между нашим временем и этим Охтхарем. Мы разбираем сейчас подробно алфавит и орфографию этого текста, затем фонетическую систему древнеанглийскую, как она воплощается в этом тексте, и древнеанглийскую грамматику. Итак, начнем, как и в случае с текстом Отче наш, с орфографией, и посмотрим, где встречаются руна Thorn, Ship, буква F и буква E, лигатура между букв A и E, обозначающая переднеязычный звук E. Вот мы видим, что это встречается в слове SEDE, в слове THET, NORTHMOND, QUETH, THET, THEM, NORTHVERDUM, WITH THA, WESTSE, Снова SEDE, THER, THET, SWITHE, NORTHTHONEN, MELUM, STUKKENELUM, WIKIATH, HUNTOZE, FISKAZE, THERE и SE. Ну и мы помним с вами, что буквы SHIP и буква F, они взаимозаменяемы, какого-то особенного правила, где встречается та или иная буква, нет, обозначают они либо глухой звук межзубный TH, либо его звонкий вариант Z. Ну, Z будет в интервокальной позиции, в слове NORTHMOND, где по обе стороны от Z, находится сонорный R и носовой M, дальше NORTHWERDUM и, собственно, и в слове HUNTOZE и FISKAZE. Причем обратите внимание, что использование этих слов непоследовательно. Слова, которые функционально полностью идентичны, это охота и рыбалка, HUNTOZE и FISKAZE, потребляются два разных значка, обозначающие один и тот же звук. Так, поехали дальше. Снова посмотрим на позиционные варианты фонем A, F и THZ. Ну, с THZ мы только что разобрались. Посмотрим, встречается ли у нас здесь сужение гласного A перед носовыми. Встречается. Мы видим это в слове NORTHMOND, NORTHMOND, NORMANN, NORMANN, да, точнее, не NORMANN, конечно, а NORВЕЖСКИ, либо СКОНИНАВЫ древние. LONDE, земля, на той земле. Еще раз слово LOND в следующей строчке, потому что перед N, да. И в слове LONG, как мы видим, впоследствии слово LOND превратилось снова в LAND и потом в LAND, а в слове LONG оно так и осталось O. LOND, F, которое по умолчанию читается как F, но в межвокальной, межгласной позиции читается как V. Например, в слове HLAWRDE, LORDU, господину и имени, собственно, ELVREDE, да, Альфред. И, значит, первая часть этого имени это слово ELF, да, ELV. Это совет ELF, дословно, можно было его перевести. Так, все остальное мы здесь разобрали. Поехали дальше. Теперь позиционные варианты фонемы G и K. Здесь их не так много, но они встречаются, например, в слове KOROL, KONING, KUNING, да, KUNING. Читается мягко K, KUNING, и в слове KWEV, сказал, да, здесь твердое K. Дальше, в союзе NO, в третьей строчке снизу это читается K, AK. И в наречии TAM и SIAM, которое смешное слово, читается STICKYMEL, то есть TAM и SIAM. Читается мягкое K, да, это GIMI NATA, то есть удвоение согласный. Но читается мягкое K, поэтому, если вы послушаете в интернете, то англоязычные чтицы часто читают это STICKYMEL. Именно потому, что к концу древнеангельского периода мягкое K переходит в K. Дальше, WIKIAL, да, тоже мягкое K, потому что пососедствует с ним переднеязычный гласный I. И в слове FISCAL, тоже твердое K. Дальше, фонемы, отсутствующие в современном английском языке. Это фонемы Y и Y. Здесь встречаются они два раза, это в слове KUNING и в слове STICKYMEL. Дальше посмотрим на грамматику. В первую очередь на существительный и прилагательный. Ну, существительными являются... Здесь я подчеркну, если слово не имеет ярко выраженного окончания, и не стал его подчеркивать, а просто выделил окончание, если существительный или прилагательный такое окончание имеет. Вы помните, конечно, что в древнеангельском языке была система склонений, были окончания падежные у существительных. И, соответственно, прилагательные согласовались с существительными, вроде числе падеже. И эти окончания мы здесь тоже видим. Во-первых, имена собственные. Охтхере – это именительный падеж, так его звали. Эльвреде – это имя Эльвред. И Уэссе – западное море. Здесь можно понимать, как нынешнее северное море, либо Атлантический океан. Но, тем не менее. И еще имя, собственно, это финнас. Это финна. Теперь посмотрим. Вот мы видим, что здесь у некоторых существительных окончание Э. Хлаврде Эльвреде Кюнинье. Охтхере сказал своему господину королю Альфреду. И вот это Э – это окончание дательного падежа. Кому? Альфреду. Напомню вам, что, например, сильные склонения существительных, мужского, среднего рода, имело такие окончания. Например, как слово камень – стан. Стан, станэ, с кого чего нет камня. Станэ, кому чему, камню. Стан, кого что камень. Стана с множественным числом – камни. Стана, кого чего нет камней. Станум, кому чему, камням. И мы видим здесь, что это схоже с русским. И станэ, с кого что возьму камни. В русском языке есть также соответствие и окончание Э, например. Станэ, кому чему, камню. А в русском, например, будет в женском роде реке. Ну и вот это Аум в русском сохраняется в дательном падеже множественное число – людям, стадам. Дальше. Итак, Охтер сказал своему господину, королю Альфреду, что он из всех норманов севернее всего жил. Элра Нордмана из всех норманов. Мы здесь не видим присутствующего даже в русском языке предлога «из», потому что это вот значение, которое передается в русском языке предлогом «из», здесь передается чисто окончанием и падежом существительного и согласующегося с ним прилагательного. Элра, окончание прилагательных, это, конечно, вы узнаете слово «ол», что он из всех норманов севернее всего проживал. Опять же, обратите внимание на окончание «а», вот оно, это родительный падеж множественного числа. Ну и слово «нордмэс» тоже легко опознать, да, это до сих пор сохранившееся окончание превосходной степени прилагательных. Севернее всего побывал. «Хеквэф, сэт хэбудэ, он сэм лонде, нордвердум, вица вэссе». Он сказал, что он, he said, that he lived, он сказал, что он жил, он сэм лонде, нордвердум, вица вэссе, that he lived on that land, which was to the north, northwards, from the north sea, from the west sea. Он сказал, что он жил на той земле, на земле, которая находится к северу от западного моря. Существительное здесь лонде, да, мы видим, что это, опять же, окончание дательного падежа единственного числа, поскольку после предлога он, на той или в той земле, да, он там лонде. И дальше окончание нордвердум, которая находилась к северу, да. И здесь мы видим вот это окончание ум, которое тоже свойственное дательному падежу. Дальше. He said there, that that land see a swither long north thorn. He said, though, that that land was, allegedly, very far, very long, very far to the north, from there. Он сказал, что та земля находилась якобы сильно дальше, сильно дольше, лежала гораздо дальше, да, к северу оттуда. И здесь у нас существительное land, да, или long, и прилагательное long. Да, он сказал, что та земля, что земля находится очень далеко к северу оттуда. А хит из элвээсте. Но она вся пустынна. But it is all waste. Да, современное слово waste, как пустой, пустошь, пустынный. И это тоже прилагательное, именительного падежа. В именительном падеже. But on, on fair room, store room. But on few places. Но в малом количестве мест. Но в малом количестве мест, там и сям, живут финны. Живут на охоте, ну то есть охотой зимой, и летом рыбалкой. При том море, возле того моря. И здесь мы видим, опять же, существительное и прилагательное. Стоуум и феум. Опять же, обратимся сюда. Вот оно, дательный падеж, множественное число. Фью, феум и стоуум, стоу. Это одно из таких архаичных слов, означающих место, в маленьком количестве мест. И дальше, множественное число финнас, именительный падеж. Вот оно, станас, финнас. Дальше, он хунто де, он уинтра. Кем? Чем? Рыбалкой. Это вот оно. Дательный падеж, стане, хунто де. И уинтра. Здесь мы должны были бы ожидать тоже э, но нет. Это не то склонение. Это склонение на у, поэтому тут окончание будет в дательном падеже единственного числа а. Он уинтра и то же самое он сумера. Это зимой и летом. Поехали дальше. Теперь глагол. Здесь мы видим несколько глаголов. Первый глагол это сэдэ. Его легко опознать как современное сэдэ. И оно происходит от древнеанглийского сэян, говорить. И мы легко опознаем дентальный суффикс де. Дальше глагол бу-де. Это глагол бу-ан, то есть жить, проживать. И здесь он нерегулярный глагол, но здесь мы тоже видим дентальный суффикс де. Хе-кве-ф. Кве-ф это глагол, который мы с вами в современном английском плохо знаем. Однако он сохранился в некоторых известных таких пассажах. Например, в знаменитой цитате из стихотворения Ворон. The Raven. Эдгара Алана Пол. Где говорится, quoth the raven never more. Сказал, изрек Ворон никогда больше. Это прошедшая форма от глагола queth. Queth, а впоследствии он изменились в звучании quoth. Снова бу-де. Якобы побывал. Снова сэ-де. Сказал. Дальше глагол сия. Глагол сия это особая форма. Особая форма сослагательного наклонения. Subjunctive. Прошедшего времени. От глагола be-он. Быть. Почему здесь употребляется сослагательная форма? Потому что это такое своего рода пересказывательное наклонение. Например, в русском можно сказать. Он сказал, что якобы та земля находится сильно далеко к северу оттуда. То есть, король Альфред, он пересказывает же слова ох-ты. Он не знает точно, находится ли эта земля так далеко к северу. Но ох-ты-ре сказал. Поэтому вот якобы, вероятно, она там находится. Дальше. Глагол is. Это третье лицо единственного числа, опять же, от глагола be-он, нерегулярного глагола. И уики-ав. Живут. Финны. От глагола we can. От которого, кстати говоря, вероятно и слово викинг. Ну, как бы житель. А окончание здесь тоже легко запомнить. Живут. Но в русском языке будет ближе к окончанию яд второго склонения. Например, любят. И так далее. Да. Вот появилось слово say again. Последнее. Say again. Да. Говорить. Ну и буа. Да. Странная анимация, но тем не менее. Дальше. Посмотрим на наречия. Здесь встречается несколько наречий. Это northward. Здесь мы можем опознать суффикс would. Northward, forward, southward и так далее. Это суффикс, передающий направление. Northward. И дальше. Тех. Хотя. Современно. Though. Здесь у меня немножко и союзы и наречия. Да. Свитер. Это сильно. В современном английском не сохранилось. North. К северу. Северно. В северном направлении. И thorn. Это современное thence. Оттуда. Thence. Есть такие слова. Hence, thence. Отсюда, оттуда. Иногда употребляется до сих пор в современном английском. Э. 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 Это полностью. Тоже наречие, означающее полностью. И. С тюккенэлем. Мы уже поговорили. Это там и сям. Вот мы видим, что в наречиях употребляется окончание э в древнем английском. Ум. Да. И такие. Скорее всего, это вот такие грамматикализованные существительные. Да. В подержанной форме, скорее всего, дательного падежа. Ну, наречие имеет также другие окончания, но в этом тексте древнем английском. Но они здесь не встречаются. И, наконец, про союзы и предлоги. Вот мы видим. Thet. Thet. Что он? Он сказал что. Он сказал что он жил. Он. Встречается много раз. Предлог, который управляет дательным падежом. Он там лонде. Он февум столбум. Он вынтра. Он фискаве. Он хунтаве. Много он встречается. И дальше. Из необычных союзов. Точнее, как обычных, но необычных значений. Виттавесе. Он жил к северу от западного моря. Здесь почему-то с. Получается к северу с западным морем. Но не будем забывать, что предлог с во многих индоевропейских языках имеет два значения. Это значение вместе, но не только. Еще и напротив. Например, если мы хотим сказать, что кто-то сражался против врага. Мы можем сказать, что он сражался с врагом. И в данном случае предлог с будет иметь такое противительное значение. Так же и здесь. Тая земля находится к северу с. То есть от западного моря. Следующий необычный союз это ак. Ак, который означает но. И бултон, бултон это кроме, что вся земля пустынна, кроме маленького количества мест, где там и сам живут финны. Вот это бултон, кроме, except, впоследствии превратится просто в but. Ну и он, да, и мы тоже хорошо знаем. А, еще предлог be. Да, это будущее by. Возле. Да, забыл сказать, что предлог with управляет оккузативным, да, обвинительным поддержанием. Дальше артикли и местоимения. И мы видим здесь несколько местоимений. В основном это местоимения мужского рода 3-го лица, 11-го числа. He. Он. Потому что и Альфред, и Охтер, и оба мужчины. И his clover. Да, он называет Альфреда своим господином. Здесь также напомню о том, что в древнем английском не было особой категории притяжательных местоимений. Она развез последствий из родительного падежа личных местоимений. И здесь же мы видим артикль. Да, это то, что было когда-то указательным местоимением, но впоследствии ослабило свое лексическое значение и стало употребляться вот как артикль. Но изначально это указательное местоимение дальнего расстояния. Та. 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 Тот. Например, он сэм лонде. Здесь артикль стоит в дательном падеже сэм. М. Такое опознавательное. Сэд. Это та земля. И вот мы видим сэд. Сэд лонда. Первый сэд это союз что. А второй сэд это уже артикль. The land. Hit. Это it. Б. Та. Ре. Мы видим это родительный падеж артикля женского рода. Возле. By the sea. By that sea. Б. Та. Ре. Тоже характерно особенно для родительного падежа. Та. Ну вот, пожалуй, все. Здесь мы разобрали с вами орфографию, фонетику, грамматику на примере текста Охтхаря. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам стало теперь понятнее и что вам понравилось.